МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Информационная картина недели глазами сотрудников телеканала РТС. В течение 30 минут о главном. Здравствуйте, меня зовут Андрей Пахабов. В эфире программа 7 дней. Смотрите сегодня. Вакцинация, масочный режим и отмена Тун-Паэрама. Откровенно тревожная эпицитуация заставила отложить национальный праздник. Бюджетникам Хакэсии задержат аванс. Какие аргументы приводит региональный Минфин, объясняя свое предупреждение? В республике возрождается легкая промышленность. Как швейная фабрика в Черногорске сумела выжить и наладить производство? Языкские копии готовятся отметить 120-летний юбилей. Кто и как меняет социальный облик шахтерского поселка? Бородинская пещера снова доступна для посещения. Ее отдали в частные руки. Какие перемены ждут туристов после прихода малого бизнеса? Тема коронавируса вновь выходит на первый план. Специалисты подчеркивают, ситуация крайне напряженная. Несмотря на все старания медиков, жители Хакэсии по-прежнему не спешат обезопасить себя и своих близких. Власти задумались над тем, чтобы отменить главный национальный праздник республики Тунпайрам. Темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Для того, чтобы получить коллективный иммунитет, нужно привить 60% населения. А это 242 тысячи человек. Тем временем коронавирус отступать не планируют. Поэтому коечный фонд, который развернут в регионе, власти вновь увеличивают. И заполняется он, к сожалению, очень быстро. Из-за халатности людей к своему здоровью и здоровью окружающих. Ежедневно в рабочие дни прививается порядка 800 человек к первой и в пределах 800 к вторым компонентам. По темпам вакцинации, чтобы 1 сентября нам достичь коллективного иммунитета, требуется увеличение в два раза темпы вакцинации. Специалисты в очередной раз подчеркивают, люди расслабились, про маски забывают, вакцинироваться не желают. Идет рост заболеваемости у молодежи. Для себя не вижу необходимости. Уровень здоровья имеет значение у каждого человека. Опять же, неизвестно, какие могут быть побочные эффекты в будущем, через 5 лет, через 10 лет. Нужно прививаться. Чем больше будут привитых, тем больше будет общий иммунитет у населения и будет меньше заболевших. Если будут болеть, то будут болеть уже в нетяжелой форме. Все равно тебя защищает. Ты себя чувствуешь комфортно, более свободно. И тебя люди не опасаются, по крайней мере, ты защищен. Другого аргумента нет. Правительству региона не остается ничего, кроме как вновь вводить ограничения. Так, в постановление внесены поправки. Заполняемость залов не больше 50%. Дети до 18 лет не могут находиться на улице с 8 вечера до 7 утра без родителей. Спортивные мероприятия на свежем воздухе проводиться будут, но теперь без зрителей. Национальный праздник Тун-Пайрам перенесен на неопределенный срок. Растут штрафы за несоблюдение масочного режима. Власти считают, если все так пойдет и дальше, то придется вернуться к сценарию марта прошлого года. Если у вас есть люди, кто переболел, это еще не основание для того, чтобы отказываться от вакцинации. Количество антител, в общем-то, значения не имеет. У нас из пяти человек, кто переболел, повторно заражается четыре человека. А из пяти человек, кто вакцинирован, повторно, в худшем случае, только один заражается. Напомним, привиться можно в 28 медпунктах. Создано 45 мобильных бригад. Они выезжают в трудовые коллективы, социальные учреждения и к маломобильным гражданам. Записаться можно через портал госуслуг или по номеру горячей линии 122. Социально-оздоровительный центр в Черногорске вновь пришлось перепрофилировать под обсерватор, рассказали в пресс-службе Министерства труда Хакаси. Работает учреждение по тому же принципу, что и год назад. Для жителей региона, у которых был контакт с инфицированным коронавирусом, отведено 100 коек. В связи с откровенно тревожной ситуацией к жителям Хакаси обратилась руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Романова. В республике, к сожалению, обострилась ситуация заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. И никаких тенденций к ее улучшению мы не видим. Болеют не только взрослые, но и дети. Поэтому, уважаемые взрослые, обратите, пожалуйста, внимание на то, где и в каких условиях пребываете вы сами и пребывают ваши дети. Это касается не только закрытых помещений, но и открытых площадок. Самая большая просьба – это к вам, ко всем. Пожалуйста, примите правильное решение относительно вакцинации. Вакцинироваться могут молодые люди от 18 до бесконечности лет. Поэтому, с учетом того, что у нас взметнулась заболеваемость возрастной группы от 18 до 29 лет, пожалуйста, обратите внимание, где вы находитесь. И, пожалуйста, примите правильное решение. Привейтесь. Впору расстроиться. Бюджетникам Хакасии в июне задержат аванс. Официальное заявление сделали в правительстве республики. О возникшей сложной ситуации не только в бюджете, но и по линии национальных проектов, на пресс-конференции рассказал заб руководителя аппарата главы региона Игорь Ефремов. В Хакасии взлетели цены на стройматериалы, причем не только закупаемые по стране. Неожиданно подорожала в полтора, где и в два раза местная продукция. Пиломатериалы – бетон, кирпич, песок, щебень. Вы представляете, на 100% цена на щебень. Щебень – местный. Логистика такова, что он добывается здесь на близлежащих карьерах. То есть подобный рост цен, по нашему мнению, по мнению правительства, тех министерств, которые этим вопросом занимаются, он абсолютно не оправдан. Возможно, он искусственно каким-то образом возник. Жители республики хватаются за голову, перекраивают бюджеты, откладывают стройки. Еще в более тяжелом положении оказались подрядчики на нацпроектах. Контракты заключены, стройматериалы заложены по старым ценам. За невыполнение работ грозят штрафы и черный список. Так что сейчас исполнители могут просто сработать себе в убыток. Хакасия участвует в госпрограммах по полной. Строятся учреждения здравоохранения, образования, дороги. При сегодняшнем удорожании есть риск, что работы не выполнят вовремя. Страдает сфера капремонта, ЖКХ и другие отрасли. Поэтому Министерство экономики запланировало в ближайшее время встречу с представителями нашего местного ФАС, с тем, чтобы совместно с ними организовать рабочее совещание и проработать ряд регулирующих мер, для того, чтобы эти цены привести в соответствие. Чтобы наши национальные проекты, естественно, не оказались под риском невыполнения. Ну а теперь расстроятся бюджетники. Их ждет задержка аванса. Власти республики считают, что замалчивать ситуацию и тем самым раздувать слухи – неправильный подход. Поэтому первыми озвучили плохую новость. В июне месяце, как в начале года, так и в июне месяце, в связи с большим количеством людей, уходящих в отпуск, прежде всего это учителя, значит, большой объем требуется финансов. Этих финансов в настоящее время недостаточно для своевременной выплаты отпускных и заработной платы. Поэтому, возможно, некоторая задержка. Ситуация не критичная, но правительство предупреждает, чтобы не было лишних эмоций, всплесков. Задержка от трех до десяти дней. Правительство республики ведет работу с крупными налогоплательщиками и прорабатывает другие механизмы, как пополнить бюджет. Направлены письма в федеральный центр, чтобы получить опережающие дотации. Ну и тема, которая выходит сегодня на первый план – рост заболеваемости коронавируса. Игорь Ефремов призвал жителей Хакасии быть более ответственными и стараться вакцинироваться. Правительство Хакасии пострадавшим от паводка выделит свыше 7 миллионов рублей из резервного фонда. Соответствующее постановление подписал глава региона. В мае из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды на реке Абакан и ее притоках в Хакасии был введен режим ЧАЭС. Произошли подтопления жилых домов в Абазе, Абакане, Таштыбском, Аскизском, Бейском и Усть-Абаканском районах. В итоге пострадавшими признаны более 1200 человек. Они получат единовременную помощь в размере 5000 рублей. Еще 25 семей получат по 50 тысяч в связи с утратой имущества первой необходимости. В Хакасии ужесточили контроль за масочным режимом. В центре внимания торговые центры, спортивные залы, общественный транспорт. Нарушителей штрафуют. Вместе с проверяющими в рейд отправилась наша съемочная группа. Подробности в материале Аскара Артамонова. Вы препятствуете. Вы препятствуете. А если она... Отойдите, пожалуйста. Я выказанную. Вы сейчас будете препятствуете. Вы не препятствуете тогда. Отойдите к нам. Девушка, давайте в парку. Нет. Парку, пожалуйста. И если готов к полу, все, в чем проблема. Очередной рейд, очередной конфликт. Люди маски не носят и уверены в своей правоте. Впрочем, немного успокоившись, девушка все-таки предъявила документы стражам порядка. Для составления протокола. Как призналась Анастасия, в защитную силу медицинской маски она не верит. Допустим, у меня есть проблемы с дыхательными путями. Я не всегда могу на улице найти маску. То есть, на других людей это не волнует. Сотрудников полиции, правительство не волнует. Допустим, прошу года есть какие-то проблемы, сложно дышать. Впрочем, специалисты на такое заявление найдут весомый контраргумент. Эпид-ситуация в нашем регионе ухудшается. Единственные преграды на пути коронавирусной стихии – вакцинация и масочный режим. Я привилась, и тем не менее я ношу маску. Вот хоть какая-то защита есть. Вообще-то люди говорят, с высоким образованием медицинским что-то надо. Ну и логично. Чиновники из городской администрации, Минтранса Хакаси и полицейские в очередной раз проверяли, как жители Абакана соблюдают требования санитарных врачей. Они выбрали одно из самых оживленных мест республиканской столицы – остановку УПК, где пересекается множество городских и дачных маршрутов. В целом проверяем соблюдение антиэпидемиологических требований, масочный режим, соответственно, агитация наглядная на автобусах. Проводим разъяснительные беседы на лиц, отказывающихся надеть маску. Составляем протоколы и привлекаем к административной отечественнице. Рейдовые мероприятия прошли и на спортивных объектах республиканской столицы. В одном из клубов проверяющие обнаружили сотрудницу без маски. Был составлен протокол. По заверениям владельца, такая ситуация скорее исключение, чем правило. У нас целый склад масок, всё нормировано. Сотня масок всегда лежит. Ну, бывает, людям неудобно, просто жарко. Снимают, расслабляются. Как рассказали в профильном ведомстве, подобные проверки проходят на регулярной основе. И в целом спортивная отрасль отличается высокой дисциплиной. В большей степени все меры соблюдаются. Я считаю, что самое главное, что везде есть обеззараживатели, везде соблюдается, ну, по крайней мере, стараются они соблюдать наполняемость, замеряется термометрия, больных просто не пускают. Но, к сожалению, видите, не всегда соблюдается масочный режим. Специалисты подчеркивают, рейды мобильных групп по местам массового скопления людей – это не прихоть властей, а жизненная необходимость. И соблюдение простых санитарных правил способно ослабить железную коронавирусную хватку. Временные неудобства в виде маски – малая цена, когда речь идет о самом ценам. Сейчас ни один эксперт в мире не возьмется сделать точный прогноз, когда человечество вновь сможет вдохнуть полной грудью. Поэтому нашей героине Анастасии, как и всем остальным, придется еще какое-то неопределенное время носить маски. Поселку Языкские копии Алтайского района на исходе лета исполняется 120 лет. С каким социальным багажом муниципалитет готовится отметить более чем вековой юбилей, выяснял Эдуард Иванов. Сейчас мы наконец-то с хорошей водой. Марина Александровна, как хозяйка, не скрывает эмоций. В ее дом пришла настоящая питьевая вода. Прежде из-за частых порывов на линии, к раковине было страшно подойти. Вода текла ржавая. И мы приходилось дня два ждать, пока она опять протечет и вся осветлеет. Мы в эти два дня ничего не могли приготовить. Новый водопровод проложили практически по всему поселку. Помогла программа «Комплексное развитие села». В 2020-м освоено 7,5 миллионов рублей. Планы на этот год пройти госэкпертизу проекта по оставшейся части улиц. Она удаляет жажду. И в отличие от прилегающих районов, у нас самая хорошая вода, прошедшая нормальную экологическую проверку. Это кадры 2019 года. Подрядчик возводит нулевой цикл. Хороший фундамент – залог долголетия здания. Дом культуры в языкских копях не исключение. Старое помещение закрыли в 2013-м, после землетрясения. Творческим коллективам пришлось паковать вещи, а праздники проводить под открытым небом. Воскресенье в поселке жители планировали народные гуляния. Из-за ковидных ограничений пришлось все отложить. Но это не отменяет того факта, что в поселке построили новый ДК. Мы находимся в зрительном зале нашего любимого из Иского дома культуры. Посмотрите, какая у нас прекрасная сцена. Здесь мы проводим все мероприятия, концерты проводим. Зал у нас всегда полный. Актовый зал на 150 мест. Еще многочисленные кабинеты и вспомогательные помещения. Воплодить мечту в реальность удалось после того, как поселок вошел в национальный проект «Культура». Цена вопроса – 34 миллиона рублей. Сейчас мы находимся в танцевальном зале. Посмотрите, какой он у нас красивый. Дети охотно занимаются, ходят. Сейчас на данный момент дети у нас на каникулах. Но с сентября месяца возобновятся занятия. Еще один проект, по которому сельчане пытаются привлечь деньги, по линии Министерства по национальной политике. 180 тысяч на детскую площадку. Хотим что-то создать для своих внуков. Какой-то такой оазис счастья. У нас это не только детская площадка. Здесь мы встречаемся со своими соседями, друзьями. И мы встречаем здесь третий год День шахтера. Наша задача – как можно более комфортную жизнь людям устроить. То есть и напоить чистой водой, и места для отдыха сделать. И хотела бы сказать спасибо правительству Хакасии за то, что разрабатывают такие программы, за счет которых небольшие поселения, да и большие тоже, могут развиваться, расти и благоустраиваться. В конце августа языкским копям исполнится 120 лет. Это шахтерский поселок. Он буквально стоит на угле. Аллея славы как напоминание о героических буднях прежних поколений. Здесь надеются, что коронавирус все-таки отступит. И тогда удастся с размахом отметить юбилей. В Хакасии возрождается легкая промышленность. Живой пример – швейная фабрика в городе угольщиков, которая сумела не только преодолеть экономические трудности, но и внедрить в свое производство современные технологии. Эта вышивальная машинка способна за считанные минуты воплотить самые смелые дизайнерские задумки. И это далеко не единственная технологическая новинка, которой может похвастаться швейная фабрика. На компьютере с помощью специальной программы создаются лекала. По своему функционалу она заменяет целое конструкторское бюро. Далее эскиз раскрашивает дизайнер, после чего в игру вступает сублимационный принтер. Нужен он для того, чтобы перенести рисунок на одежду. Если раньше, допустим, девочкам-партнерам нужно было вот все вот эти вот линии сшивать, то сейчас мы просто рисуем. Это гораздо проще. Впрочем, так было не всегда, рассказывает Анна Моськина, за плечами которой почти 45-летний стаж работы в легкой промышленности. Женщина помнит и страшный упадок 90-х, и постепенное возрождение фабрики. Как признается Анна, без работы сегодня сидеть не приходится. Спортивные костюмы, брюки, одежда для медиков, наряды для танцевальных коллективов. Человек идет, уже видишь, о, это наша, о, футболочка наша, конечно, приятно, конечно, приятно. Свои вещи узнаешь. Мне нравится, я столько лет проработала, ну, с молоду нравится. Я и раньше швеей работала, а теперь вот я уже, так, сколько, 18 лет вот за машинкой. Не забывает на швейном производстве и о привлечении молодых кадров. Магистранка Юлия Гребнева вот уже который год проходит практику именно здесь. Будущий технолог учится в Новосибирске. Через год планирует вернуться на фабрику уже в качестве дипломированного специалиста. Вообще, я сама из города Черногорска, поэтому в институте попросилась именно сюда на практику. А так, практика у меня до конца июля, получается, месяца, и меня здесь всему обучают. И раскрою, выполняю, делаю, и на вышивальной машине работаю, и печать делаю. Не в последнюю очередь молодые кадры привлекают тёплая атмосфера и высокопрофессиональный коллектив. Швейная фабрика тесно сотрудничает с Черногорским техникумом. Как рассказывает индивидуальный предприниматель Оксана Макович, возрождение производства началось в 2002 году. За это время фабрика обрела постоянных заказчиков, но средств на модернизацию катастрофически не хватало. Сейчас благодаря Министерству экономического развития повернулись к нам и стали слушать нас, слышать и слушать. Большая очень помощь от них в плане того, что они подсказывают, куда лучше обратиться. Большая помощь в получении кредитов под маленькие проценты. В этом плане, конечно, сейчас гораздо проще. Сегодня небольшая швейная фабрика набирает обороты, смело выводит свою продукцию на популярные интернет-площадки. В планах расширение производства. Уже в следующем месяце здесь появится робот, который будет за несколько минут полностью отшивать куртки и другую верхнюю одежду. В Преображенский пруд Абакана попали новые микроорганизмы. Опасаться горожанам не стоит. Таким способом с помощью заморских инноваций экоактивисты очищают водоём. Ранее мы рассказывали о старте эксперимента, а сейчас наступил самый ответственный этап. Тысячи белых пушистых колобков – настоящая микроскопическая армия. Эти шарики из глины, отруби и патоки несут в себе эффективные микроорганизмы. Они съедают около 30 видов вредных веществ, включая тяжёлые металлы и нефтепродукты. Вывели малышей японцы. В России пока лишь один представитель этой технологии – во Владивостоке. Оттуда и пришла в Абакан партия для научно-исследовательского эксперимента «Хардскилз. Преображенские пруды». Вот наконец-то сегодня они приобретут свой дом. К пруду они будут поедать иллистые отложения, всё, что вот это, патогенную микрофлору. И они будут очищать пруд и восстанавливать его способность к самоочищению. Эксперимент проводят экологи из организации «Новая жизнь» и сотрудники технопарка «Кванториум». К ним присоединились школьные трудовые отряды и волонтёры проекта «Экопатруль». Неделю назад ребята скатали 5,5 тысяч колобков. Помогли и жители Абакана на экологическом фестивале. Партия вызрела и отправляется в пруд. Наш мир стал чище и добрее. Изначально из водоёма были взяты пробы воды и донных осадков на содержание вредных веществ. Участники проекта будут делать исследования еженедельно. А через 4 месяца подведут итоги эксперимента. Желающих сделать мир чище своими руками оказалось много. К акции присоединились и дети, и взрослые. Я считаю, что идея очень хорошая, интересная. Мы со своей стороны тоже принимаем участие активно в этом мероприятии. И если этот эксперимент пойдёт, я считаю, что властям, наверное, всей республики, особенно муниципалитетам, надо взять это на вооружение и действительно своими силами взять и очистить пруды. Не говорить про это, а реально что-то сделать. Преображенский пруд болеет давно, о чём предупредил городскую администрацию Роспотребнадзор. Возможно, этой акции экоактивисты сэкономили муниципалитету сотни тысяч рублей на очищение пруда. Ну а жители и гости республиканской столицы в итоге получат обновлённый водоём. Герои нашего времени, врачи Хакасии, принимают поздравления с профессиональным праздником. Медицинские работники в один голос говорят, самое важное – это спасённые жизни и вовремя оказанная помощь. И переведём вас в обычное отделение. От кислорода отучимся, дышать воздухом начнёте и домой. Каждый день врача начинается так. Пациенты, больничные койки, бумажная волокита. На передовой борьбы с коронавирусом, который, казалось, уже отступил. Но Хакасия вновь развёртывает места для ковидных больных. И вновь люди в белых халатах первыми приходят на помощь. И, конечно, в преддверии дня медработника пришло время сказать им спасибо. Здесь вот эту работу по привлечению средств медицины, конечно, мы будем продолжать. От правительства, от себя лично, здраво нашего, огромное спасибо за тот титанический труд, который вы выполняете, за стойкость, за терпение. В очень сложных условиях вы отработали прошлый год. На сцене драмтеатра отмечены более тысячи сотрудников. Работники системы здравоохранения получили орден Пирогова, медаль Луки Крымского. Благодарность президента. Среди награждённых Ирина Чебунина. Говорит, начинала с рядового медработника. Сейчас старшая медсестра инфекционной больницы. Несмотря на то, что учреждение рассадник заразы, девушка место работы любит. Все переживали, все переживали, все поддерживали. Когда на изоляции были, было очень тяжело, так как никого не видели. Всё было только в телефонном режиме. Ну, я считаю, от этого стоило. Я определённо считаю, что моя сейчас занимаемая должность, это вот прям это моё. Я от этого получаю удовольствие. В этом же уверена и Тарина Майнагашева, врач-терапевт Аскийской больницы. Сегодня её нелёгкий труд отмечен благодарственным письмом президента. Вообще, профессия врача – это моя мечта с детства. Так и, получается, закончила медицинский университет и приехала на родину лечить своих близких, родных. Медработники в один голос говорят, самое важное – это спасённая жизнь и вовремя оказанная помощь. И просто человеческая. Спасибо. Бородинская пещера вновь открыта для посещений, но уже за деньги. Теперь это благоустроенный туристический комплекс с оборудованным маршрутом. На первой экскурсии побывала наша съёмочная группа. Визит-центр – первое, что теперь увидит каждый при посещении Бородинки. Здесь постоянно персонал нового туристического комплекса. На торжественном открытии, на путственные слова, сказали глава республики, района, первая ветка маршрута – открыта. Первая очередь экскурсионного маршрута – Бородинская пещера – открыта. Бородинка – одна из самых больших пещер региона. Горизонтальная галерея со множеством гротов тянется на два с лишним километра. Глубина свыше 80. Здесь уникальные виды отложений, формировавшиеся миллионы лет. Перед нами самое главное украшение храмового грота. Это сталагмит Будды. Это самый высокий сталагмит в Сибири. Его высота от основания около пяти метров. Раньше пещеру свободно посещали все желающие. Место популярное. Но печальный результат – мусор, копоть, поломанные сталагмиты. Спелеологи старались наводить чистоту, а затем компания «Альтамир Азия» выступила инициатором создания туристического комплекса. Проект признан одним из приоритетных в сфере туризма Хакасии. Конечно, сегодня такой разительный контраст. Все отмыто, красиво. Сделан уже первый маршрут. И в дальнейшем будет продолжена эта работа. Главное, что сохраняются все эти красоты для будущих наших поколений. И, конечно, мы и поддерживали этот проект. И будем дальше продолжать его развивать совместно. Минэкономразвития республики выделила грант 3 миллиона рублей на обустройство пещеры. Предприниматель планирует вложить больше восьми. Проделана большая работа. Была цель создать на базе вот этой пещеры прекрасный туристический объект. Чтобы люди, посещающие Хакасию, могли увидеть красоту ее недр. Оборудование пещер является средством их охраны. А большие пещеры, популярные среди туристов, нужно оборудовать для того, чтобы это было безопасно для самих туристов. То есть сделанные дорожки, они позволяют посетить пещеру и молодым, и пожилым людям. Безопасно абсолютно. Вход платный. Посетитель получает благоустроенный маршрут и сопровождение экскурсовода. Лестницы и перила здесь появились впервые. Но все это благоустройство нисколько не портит вид природного памятника. Ну, просто стало удобнее передвигаться. А благодаря освещению, даже те, кто здесь уже был, смогут впервые рассмотреть некоторые части пещеры. На первой экскурсии представители власти, местных жителей, журналисты. Ахурмейстер ансамбля жарки Аржан Туденев исполнил в гроте горловое пение. Ну, после последнего моего посещения, года два назад, она очень сильно преобразилась. Стало намного лучше ходить, намного проще передвигаться по ней, освещение дополнительное. Ну, в общем, это прекрасно теперь. Много лет назад здесь был, в этой пещере. Ну, просто дикая пещера. Слезешь и там просто жить. И далеко не пройдешь. А сейчас увидел то, что тогда увидеть было. Просто нереально. А сейчас доступно все. И замечательно. Пока маршрут подготовлен до грота грандиозный. Дальше посетители пройти не смогут. Небезопасно. Но на следующий год обещают открыть вторую ветку. На реализацию всего проекта нужно пять лет. В год туристический комплекс сможет принять до 20 тысяч посетителей. На этом у меня все. С вами была программа «Семь дней». Я Андрей Пахапов. Берегите себя. В 2020 году внешний торговый оборот Хакасии превысил 2 миллиарда долларов США. Экспорт региона в 4 раза больше импорта. Пандемия, как и во всем мире, ударила по выручке. Но удалось сохранить деловые связи шестью рюстью государствами. Ведущие торговые партнеры Хакасии – Турция, Япония, Тайвань, Южная Корея и Китай. На их долю приходится 60% экспорта. В основном республика поставляет за рубеж каменный уголь, алюминий, его сплавы и фольгу. Продукция химической промышленности, каучук, машины и оборудование в структуре импорта занимают львиную долю почти 90%. Такой объем обеспечила торговля Хакасии с Австралией, Ирландией, Китаем, Бразилией и Нидерландами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова